Всем привет, доброе утро! Просыпаюсь я такое утром, думаю о чем же сделать ролик. Что такого интересного произошло в интернете и мистер по имени Джонни, так он подписан, присылает мне вот такую ссылку, которая говорит о том, что появился новый браузер от Mail.ru. Называется он Go и позиционируется как браузер для слабых компьютеров. Около получаса я чешу бубен, стоит ли скачивать браузер от Mail.ru. Сами понимаете, репутация у данной компании не очень хорошая, но я решил все-таки скачать, поэтому спасибо Джонни за ссылку. Мы сейчас посмотрим, что это. Очередной клон хромиума. На самом деле ли он так оптимизирован? То есть мы запустим там примерно 12-20 вкладок, посмотрим как будет грузиться ПК. Посмотрим насколько отзывчивый интерфейс. Ну что, начнем. Чтобы было с чем сравнивать, мы найдем браузера врага. Это будет Mozilla Firefox. Я открыл четыре вкладки. Первое. MassPace. Довольно жирный сайт. Одна из первых социальных сетей, на которой практически и сейчас невозможно пользоваться. Apple.com или Apple.com. Довольно тоже жирный сайт. Часто его использовать для тестирования. YouTube и Kufor. Теперь все то же самое мы откроем и в браузере Go. Но перед этим мы зайдем в диспетчер задач и посмотрим, сколько потребляется браузером ресурсов. Ну, в принципе, я бы сказал, не так уже много. 152 мегабайта оперативной памяти. Давайте на закуску запустим какой-нибудь HD видео. Качество 1080. Посмотрим, что теперь сейчас. 160 мегабайт. При этом процессор израсходуется, но я думаю, чем-то, наверное, другим. Ну, еще кушает iSpring. 39% 40% Firefox. То есть, конечно, ведется запись. Естественно, все это будет влиять на производительность. Запустили браузер Go. Запустили все те же самые вкладки. MySpace, Apple.com, Kufor и YouTube. Смотрим, сколько это ест. Запускаем диспетчер задач. 80 мегабайт. Согласитесь, гораздо меньше, ну, как гораздо. На мегабайт примерно 30-40 меньше, чем это делает Firefox. Теперь давайте запустим онлайн видео. Смотрим. Потребление оперативной памяти не растет. 81 мегабайт встал и все. ЦП не перегружено. Посмотрите, на самом деле они не врут. И разница есть. И она будет ощутима, если у вас компьютер не особо там такой вот уже мощный. Разница есть. Там было 70-80 нагрузка на ЦП. Оперативной памяти ела явно не 80 мегабайт. Примерно 160-200 около этого. А здесь всего лишь 80. 78-80-83 мегабайта. ЦП практически не израсходуется. Но, естественно, вот видите, 18%. Там было 40. Вот вам и Mail.ru. Ну, а теперь давайте ознакомимся, на чем же, точнее, основан данный браузер. Вот эта штука выдает то, что данный браузер основан на проекте Chromium. То есть, это очередной хромой браузер, так называемый. Заходим вот сюда. Заходим вот сюда. Справка о браузере Go. Видно, что это 58-я версия. То есть, основана на 58-й версии браузера Chromium. Насколько данный браузер совместим с расширениями Google Chrome. Полностью совместим. Так как ссыл интернет-магазин Chrome здесь также присутствует. И все остальные дополнения можно подключить. Ну, тот же самый, мне кажется, от Block или от Guard. Давайте от Guard. Возьмем его и установим. Установить. Вуаля, все работает. Все работает нормально. Что касаемо отзывчивости, да, браузер довольно быстрый. Все быстро открывается. Даже те с более тяжелой страницы открываются чуть-чуть, чуть-чуть быстрее, чем Mozilla Firefox. Но тут одно но. Не стоит забывать, что это более старая версия Google Chrome, того же Chromium. И многие вещи, которые появились уже в 61-й или 62-й, я не помню, какая там версия, могут здесь отсутствовать. Я, допустим, не обнаружил, как здесь отключить стартовую страницу Mail.ru. Ну, просто не увидел. Может, вы увидели? А я не увидел. Ну, хрен с ним. Ладно, пусть это будет Mail.ru. Но где здесь синхронизация? И кто меня спросил, хочу ли я синхронизироваться? Синхронизация здесь есть. Если у вас подключена в каком-нибудь из браузеров почта Mail.ru, допустим, тут то же самое, все это автоматически синхронизируется. Меня никто не спрашивал, хочу ли я подключать свои пароли в данный браузер. Браузер просто выдернул их, и у меня сразу здесь была настроена почта Mail.ru. Все пароли видены почему-то. Даже пароли в Однокласснике были видены, прикиньте. Поэтому куда можно вообще присобачить данный браузер? Я думаю, маме, папе, которые просто сидят в Одноклассниках, ничего секретного, интересного для спецслужб или для компании Mail.ru не пишут, не фапают на порнушку. Поэтому, в принципе, можно. Тем более, у родителей всегда, чаще всего, точнее, компьютер не очень мощный. Там бы этот браузер поставил. Но себе я оставлю лучше Mozilla Firefox, потому что я не доверяю браузерам, которые делают то, что они хотят. На этом все. Всем пока.